доброе утро друзья еще даже нет половины 9 и я уже на пляже у нас очень жарко и поэтому я предпочитаю приходить на пляж с утра пораньше чудесный воздух люди уже давно купаются здесь загорают купаются и я сейчас подойду а немножко немножечко поговорю и потом буду плавать плаваю я много долго ну когда вхожу в раж где-то километр наверно больше проплываю вдоль берега на глубину я не очень далеко плаваю предпочитаю все таки технику безопасности соблюдать на воде я друзья получила запрос как сохранять хорошее отношение с супругом в течение долгих лет запрос интересный я пообещала ответить но я не думаю что я прям так уж дам какой-то рецепт я на своем опыте да так вот мой опыт сейчас я для начала так сказать для затравки расскажу вам случай вот я сейчас ехала сюда на пляж в маршрутке ну ехать сюда минимум полчаса и когда я садилась маршрутку она была полна людьми и на освободившееся место я села это было солнце была солнечная сторона была жарко сидеть было неприятно потому что несмотря на то что раннее утро все равно уже жарко дальше рассказываю постепенно маршрутка освобождалась и в конце концов она уже стала полупустой я решила пересесть на место в холодочке ну около именно вот почему-то около меня стояли девушка и мужчина и мужчина флиртовал с девушкой вот она ему видимо нравится и он с ней флиртовал чтобы пересесть на другое место я говорю разрешите я пересяду так вот девушка спокойно отстранилась а мужчина сказал о господи вот вот на этом я хочу и акцентировать свое внимание смотрите сколько чай так и мужчина сказал о господи так вот а таких мужчин я да ну как сказать я за мужиков не считаю то есть даже во время флирта с девушкой которая ему явно нравится он раздражен ворчлив и не культурен не воспитан дело в том что люди когда заигрывают с кем-то ну лет 36 и он может быть это еще очень молодой возраст и вот в таком состоянии человек вообще как бы пребывает немножко в состоянии таком эйфорическом да когда тебе кто-то нравится и ты с ним общаешься если он даже в этом состоянии ворчлив и хамоват то такого мужчину вот я бы даже флиртовать с ним не стала вот вот знаете изначально когда общаешься с парнем нужно смотреть на его поведение как он ведет себя как он ведет себя в обществе просто ну с хамами лучше вообще не связываться потому что ты его не перевоспитаешь вот он такой какой он есть он уже вырос ему не два годика и не три его уже невозможно перевоспитать то есть чтобы нормально жить со своим супругом изначально выбирайте нормальных культурных вежливых и добрых ребят ну а уже будучи с ними в отношениях работайте над собой над своим поведением рассматривайте свое поведение со стороны и если вы действительно выбрали адекватного нормального парня он всегда поймет если он в чем то не прав и он тоже сможет посмотреть на свое поведение на свой поступок со стороны и понять что это было неправильно что он вас этим обидел ну как то так ну у меня да у меня раньше был очень взрывной характер сейчас то я помудрее стала постарше наверно адреналина поменьше ну и ума побольше не ума у меня всегда была палата я девочка умная была всегда я родилась уже умной но вы знаете умной быть мало нужно еще анализировать происходящее работать над собой я всегда работала над собой во всех отношениях в отношении общего развития и в отношении культуры поведения я всегда над собой работала но я никогда не была белой и пушистой выходите замуж за нормальных ребят ничто не вечно под луной и конечно же браки тоже имеют свой срок годности поэтому иногда да они изживают себя я не вижу в этом ничего предосудительного абсолютно люди расстаются это нормально и я считаю что тот кто осуждает расставание какой-то пары это лицемерие полнейшее потому что ничто не вечно под луной вот да повторюсь поэтому просто выбирайте себе хороших мальчиков мужчин культурных воспитанных я под словом культура не имею в виду что он там материться не материться он может и материться но он при этом может быть вполне приличным человеком все мужчины матерятся где-то в своих компаниях где-то не при дамах конечно вот ну на данный момент мой супруг вот нынешний мой супруг он не пьет не курит но он никогда не пил не курил в этом мы с ним очень похожи не имеем к этому пристрастия никогда не имели и мой супруг не материться и как это скажу вам по секрету отучил от этих слов и меня я употребляла да мне а сейчас режет слух во как раньше употребляла нецензурные слова а сейчас режет слух неприятно ну вот такие вот мы люди непостоянные то что вчера было нормально сегодня уже как этот доктор быков говорит фу-фу-фу ну вот так примерно все ребят буду идти наверное поплавать что-то вода по моему цветет немножко ну около берега прозрачная ну все это 12 да 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 ну ну да 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 а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok